Данное видео созданное в развлекательных целях, всё показанное сегодня по-другому. Диме! Мне аж велосипед заскрипел от того, насколько сытно я здесь кормилица, в ребятки. Всем здравствуйте, с вами расхититель мусорных баков. Сегодня я с Димечкой приехал. Два месяца его не было. Мне приходилось перебиваться с разными телочками, женщинами, девчонками лазить по помойкам. Вот, но теперь Димечка приехал и будем вместе на пару разрывать помойки. С вас лайк обязательно на видос. Также подписывайтесь на канал, потому что такой контент вы нигде не увидите, ребятки. Диме уже эрогирует, что-то нашёл. Да ну ты чего, с ума сошёл. Да это никто не купит. А второй хотя бы есть? Не, ну второй если есть, тогда купят. Диме! Во, бески! Так, так целенький, сотри. Привет, ребятки! Привет! Ну что тут, Димечка? Диме! Что вот это, Диме? Что вот это такое? Диме! Там что-то есть, Диме! Новая щётка, Диме! Это от монитора. А где монитор? Опа! Коробочка. От телефона мне надо. От ноутбука коробочка. И ещё одна. Трубочка. Это бери, бери. Давай. Давай трубку, это купят. Диме, Диме! Ой, у меня приступ Диме! 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 О, межкомнатная дверь. Вообще-то их покупают. Так, я входную на электроскутере привёз. Входную. Ты видел видос? Клоповный коврик надо, Диме? Диме, надо клоповный коврик? Диме! А может, ты не клоповный, на самом деле? Ну, мы это проверим. Время покажет. Нормативы выполнены. Всё там по нормативу. Плойка для волос. Ну, хоть что-то. Всё, норматив выполнен, можем ехать в гараж. О, смотри, стык, вот этот нам надо забрать. Что? Это я буду брить лобок. Это новые реально. Спидозные. После бомжа новые. Берём. Это новые или нет? Это новые все, видно. Вон спермики на них. Беленькие, витиление. Бля, это бывшные? Да я шучу, новые, конечно. И тут с завода со спидом. Так, осуждаю. Ты вот это вот не ворчи. Тихо, 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 тихо. Что случилось? Смотри, что дед разбит, алайобил. Это Ямаха или Касио, дорогущий синтезатор. Жесть, капец. Смотри, он просто с него динамики скрутил. Капец, синтезатор какой. Заберём его на запчасти. Какие запчасти? Заберём у него материнка. Ребят, Касио. Касио синтезатор. Обалденный, огромный. Бомжи разметалоебили. Да может и не дед, Дим. Топовый, дорогой синтезатор уничтожили. Просто капец. Мы чуть-чуть не успели. Конкуренция, блядь. Как так? Он не понимает, что это весь 1010 стоит минимум такой Касио. Ну это дебилы тупорылые. Ну что сказать. Просто динамики снять. Всё повырывали, короче. Кошмар. Только отъезжали от кормилицы. Зацените. Зацените, что тут на полу лежало. Кстати, Дима сейчас пернул. Выкинули самокат. А, он поломанный, конечно. Его чуть до помойки не донесли. Вот помойка. Он вот тут лежал. В сложенном виде. Колеса отлично крутятся. Вот только вот тулка расшаталась. Её надо затянуть и смазать. И может подшипники поменять. От бренда Крейс. Самокат. Ну чё. Грипсы хорошие. Да за 500 его купят. Забираем. Пойдёт. Ну а шо. Ах тут. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Светнейшая загородная кормилица. Охренеть. Я на ней так редко бываю. Так, стоишь. Стой. Блин, ну вот на загородных помойках часто выкидывают всякие растения. Блин. Это же можно высушить. Вот Хасанчик, блядь. Ты чё гоняешь? Напылил тут мне, сука. Вот. Выкидывают на загородных помойках растения. Вот. Кстати, малинка. М-м-м-м. Я в этом году не ел малину. М-м-м. М-м-м. Ребят, я от неё зверею. Хочется ещё. А нету. Ра-ра. Что тут ещё, блядь? Одни бытовуха, сука. Одна бытовуха. Пиво пьют, еду едят, всё выкидывают. Рулетик. Осы летают. Блин, боюсь ос. Вон, две. Две осы летают, блин. Так, что у нас здесь? Так, бытовые отходы, блядь. Сука. О, шматковидная. Так. Масочка на лицо такая. Можно взять. О, кстати. А это ж вы насхаты. Как будто. Смотрите. Ой, насхаты. Тюбичек мыльнорыльного духи. Вейк ап. Проснись. А ну, как пахнут. Целая болтылка. Какое, ребят. Запах вообще мерзкий. Так, чуть водички. Попыт. Так. О, ещё какое-то мыльнорыльное. Тюбички вот эти. Мыльнорыльные. Перчаточки вот это вот. Беру я всё. Салфетки влажные детские. Целая пачка. Мне надо от помоечек оттираться. Так. Зачем погнули, блин? Очки взяли, блин. Ни себе, ни людям погнули. Тюбичек рельнорыльное. Да, блин. Всё попадало. Рельнорыльное. Рельнорыльное попадало. Так. Туалетная бумага. Мокрая уже. Даже не сказал бы, что мокрая. Она вляжная. Заберу. Обалдеть, ребята. Тут мыльнорыльного рублей на 300. Так куда-то всё сыпется всё. Куда ты сыпешься? В коробках, походу, тоже вынос хаты. Мыльнорыльное складываем. Ребят, сотрите. И косметику до этого нашёл. Много мыльнорыльного сегодня попалось. Покажу этот. Ведок какой-то. Помой. Фу, ебать. Что-то воняет. О, это же. Опа. О, какие-то бумажки. Журналы, макулатура. Смотрите, беспроводные зарядки. Всякие люди покупали. Ещё какая-то коробочка. О, коробочки. Опа. Смартбокс. Тиви-бокс. Стой. О, нифига себе. Ребят, тяжеленная. Тяжеленная коробка. В ней, видимо, вот эта вот магнитная зарядка, я так понимаю, для авто. Да. Хокку. Ебать. Ребят, телефоны. Ебать. Сука. Сразу в карман. Сразу в карман. Так, быстро залут. Долутываю. Долутываю. Ребят, вон ещё техника. Так, это что? Синтезатор. Детский. Он не работает. А, так он без батареек. Синтезатор я заберу. Что тут ещё? Вот этот тюбичек не пустой, с мыльно-рыльным. Ебать. Ебать. Ребят, кошелёк. Луи Виттон. Ты шо, сука, гонишь, что ли? Я просто нахер в ахуе. Приколы. Это всё приколы, сука. Банки приколов. А тут? Ребят, сто долларов. Скрученные. Тоже прикол. Оно всё не настоящее. Да ну пипец. Ну нафиг так обламывать? Сука, я так в моменте обломался. Ребят, если вы тоже обломались, то пишите в комментариях об этом. Ну, облом капитальный. Так. Ну, телефон это точно настоящий. Так. Опять вот банки приколов. Пять тысяч. Ненастоящие. О! Ребят. Наушнички. Можно взять. Ну и всё. Так. Хотя не. Какой всё? Вон шорты какие, ребят. Лё. Какие драные, мотня. Да и пофиг. Мне для помойки сгодятся. Вот ещё шортики. Так. Футболочки есть. Демикс. Да ну что-то всё убитое какое-то. Так. Давайте смотреть, что за телефоны я там нашёл. Быстрее. Скорее. Так. Это Самсунг. Ебать. Айфон. Айфон. Нифига у него чехол убит. Он даже в защитной плёночке, ребят. Айфон с отпечатком пальца. Охренеть. Это ж седьмой или восьмой уже айфон. Стеклянный. Посмотрите какой. Да он в идеальном состоянии просто. Охренеть. Защитной плёнки. Так. Это Самсунг в какой-то клеевой фигне. Видите? Экран в каком-то клее. В чехле вот таком. Биты ещё к добавок. Я таких часто много раз находил. Но айфон это пипец. Это редкость. Пытаюсь включить айфон и пытаюсь включить Самсунг. Айфон заработал. Самсунг чё? Вообще не вижу даже. Из-за вот этого липкого. Он как будто в скотче был заклеен. Не, Самсунг мёртвый. Так. Он чё не активированный? Тут язык предлагают выбрать. А ну русский. Так. Чё дальше? Выбор страны и региона. Россия. Быстрое начало. Настроить вручную. Выбрать другую сеть Wi-Fi. Но у меня нет интернета. А чё, это обязательно? Без Wi-Fi. Подключите к Mac или пока Windows, iTunes. Пипец. Ну видимо надо подключать к кому-то iTunes. Здрасте. Здравствуй. Да, вот сейчас вот этот и этот. Только этот включился. Он чё-то хочет от меня. Активацию какую-то. А где ты живёшь? В Питере? В Питере. А здесь лучше. А? Здесь лучше. Здесь климат обалденный. А чё не в Сочи сразу? А я в Сочи пожил месяц. Там, короче, в плане, ну, помоек, там мало вот таких вот, типа, где я роюсь обычно, вот в Панорама, да, вот такие вот ЖК. Их там мало. Они разбросаны по всему городу, тяжело ездить вот так постоянно, там серпантины. Я знаю, меня везде смотрят, конечно, и полиция, и ДПС, все. Ну, мы и полиция, и ДПС, мы можем прости. Ну, да, это круто вообще. Респект. А вот это самое время передать привет хейтерам. Хейтеры, вы видите, меня даже в полиции смотрят. Так что не дай бог вы меня будете обзывать, то что я помоечник. Я вот этих ребят сразу попрошу мне помочь, и вам жопа будет. Приеду в гараж, попытаюсь его включить, как-то вот этот Самсунг. Но айфон это топ находка. Такие айфоны на Авито стоят вот столько. А вот такой Самсунг стоит вот столько. Самсунг с целым экраном, задняя часть только бита, а айфон вообще целый, в идеальном состоянии. Ребят, сейчас ехали уже в гараж, встретили подписчиков. Расскажи, чё это? Вот это кресло, обычное. Вы нашли, короче, подушки от игрового кресла на помойке. Они сейчас нам покажут, где это кресло лежит. Погнали. 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 Сейчас мы кресло заберём. Подписчики покажут, где оно лежит. Вообще балдёж. Надеюсь, его не забрали ещё. Может, кресло целое? О, вон оно. Вроде в коробке. Ребят, обалдеть. Нифига себе, вы нашли такую топ-находку. Это просто шикарное игровое кресло Z-Blade. Это от него, короче, спинка. Это подушки. Они, подписчики, нам решили отдать. Это вот, короче, вот так одевается. Да. Обалдеть. А это под жопу. И вот ещё основание. А ну, давай соберём. Один же на болты нужны. Болты есть у нас. Охренеть. Обалденное. Ребят, вот такое игровое кресло новое стоит вот столько. В районе 20 тысяч. Тысяч 25. Обалденные ножки, смотри, какие. Ну, что я, тысячи десять стоит. У него, знаешь, чего не хватает? Вот этих боковых нож, этих, подлокотников. Но они у меня есть дома. У меня есть эти боковые штуки с регулировкой. Обалдеть. Спасибо. Теперь проверим зубы. Охренеть. А может эти подлокотники мы тут найдём где-то в баках? Если кресло тут лежало. Смотри, коробка от кресла. Но подлокотников нет. Хлеб, это бомжам оставим и малоимущим. Я не голодаю настолько, чтобы хлеб брать с помойки. Складываем это кресло. Оно вообще, ребят, непошарпанное. Посмотрите, хорошее кресло. Требух, а мы в видео попадём? Да. Обалдеть. Требух, мы всем расскажем. Я тебя все подписываю. Мы тебе сделаем 3 миллиона. Спасибо. А вот всё выкинули. Это фигня, починим. Это мы другую возьмём. Мы другую просто подберём, эту подножку, и всё. Она хорошая. Можно будет нижнюю часть взять отсюда, а верхнюю от другого кресла. И починить. Дима решил подписчиков отблагодарить деньгами. А ну, 500 рублей. Спасибо. Спасибо вам. Ну, поделишься, купите что-то вкусного, чипсов там. Спасибо вам большое, ребят. Всё, мы поехали. Я это кресло Диме подарю. Дима на этом кресле, да, Дим, будешь кайфовать? Да, дома будет стоять. Не, кайфовое. Всё, ребятушечки, едем выгружаться в гараж. Дима аккуратней. Диме тяжело очень ехать на таком загруженном мопеде. Ну, конечно, там, блин, столько веса сзади. Грузоподъёмность обалденная. Мы так кайфуем от этого транспорта всегда. Надеюсь, Дима не упадёт. Ребята, зацените, что я вижу на помойке. Стиралочка. Вот это вещь. Вот это мы сейчас будем как-то увозить. Она убитая вообще в хлам. Но всё равно, ребят, Индезит фирма хорошая. Надёжная вообще стиралка была у меня такая. Так, если шарик убрать, подшипники в барабане не шелестят. Смотрите, всё отлично. Дима, сейчас будем загружать. Повезём в гараж. Это пару тысяч, если она не рабочая. Она, если не рабочая, несмотря на то, что ржавая. Её за пару тысяч купят. Она в сборе. Так, а ну, надо проверить, мотор на месте. Крышка закрывается. На месте всё. Опа. Ништяк. Тут ржавчина. Это фигня. Там вода даже внутри есть. Заберём. Давай. Да что ты делаешь? Отойди. Надо воду спустить. О, монетка выпала. Смотрите, какая чёрная. Так, ну, в целом, можно забрать, конечно же. Две тысячи рублей на кошелёк. Бам. И, кстати, смотри, ша. Штребух. Так, закручиваем. Подымай. Донесём сперва сюда. Ставь. 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 Куда? Так, теперь здесь бери. Закидываем так. Тяжёлую сторону сюда положим. Как? Подымаем. Подымаем. Клади. Так хочешь? Да. А не боком? Нет. О, загрузили. Чувак. Охренеть, он на козла встал. Держи, держи. Охренеть. Ребят, я не знаю, как мы её повезём. А ну, толкай. А ну. Блёдь, нет. Да, да. Покрышку, покрышку давай. На хуй ты эту сумку с собой привёз. Ничего, говорю, блядь. Да она лёгкая. А чё я должен? Ты с правами, бери ты и едь на хуй. Куда ты? Ложи противовес. Она нормальная, получше уже будет. Садись ближе к переду и едь потихонечку, аккуратно. На поворотах ноги по всей ширине выставляй. Давай я фиксирую её. Кого? Резинкой? Да. Окей. Дим, держи равновесие. Ребят, я надеюсь, Дима доедет, потому что это вообще кошмар. Стиральная машинка, она ж весит дофига. И объём будет. А тут на борту этого велика вылик. Не, говишники увидят, конечно, будут в шоке. Боржут, наверное, сильно. Помоечка кормит и дарит 2000 рублей. Так, ну всё, Дима поехал. Сейчас буду снимать. Надеюсь, ты, Дим, не упадёшь. Я надеюсь. Аккуратно, медленно едь. Дим, блядь, нормально едь. Всё хорошо. Гаишники проехали. Они, наверное, поржались тебя. Это было стрёмно. На тротуар заезжай. Слева. Налево поворачивай сейчас. Чё, Дим, как? Ну, зато пару тысяч. Ребятушечки, мы с Димой думали, что сделать с этой стиральной машинкой. Её продать можно, в принципе, за тысячи полторы. Но у нас возникла топовая идея. Уничтожить эту машинку прямо на стриме. Как делали ребята с канала Криосан ещё очень давно. Мы подключим мотор напрямую к электричеству и закинем туда кирпич. А потом взорвём петарды её. Да, у нас есть петарды, мы туда позакидываем. Но это будет перед этим. В общем, всё это и будет очень весело. А стрим будет, вот это видео выйдет. И сразу вечером в 8 часов будет стрим. Поэтому залетайте, смотрите, что же у нас получится сделать с этой стиралкой. Голубёк хотел тебя припудрить крылышком. JBL оригинальная. Что? JBL оригинальная. Да это паль, 100%. Выкинуть тебе оригинал. Это паль, ты чё, он по болтам, он три болта. Ну неплохо. Колоночка такая нормальная, ну. О, у неё индикация загорается. Она работает. Звук такой мерзкий. А, гнездо зарядки раздрочено. Тут провод питания вывести отдельно с колонки вот здесь через дырку и всё. И можно пользоваться. Дело двух минут. Кнопки подсуши, как клацаются. Вот у меня вот это, когда увидел, смутило. Похоже на миг. Жесть, да? Она аж вся репит прям. И это без включения музыки, чисто эти звуки репещей. Ну пойдёт. Забесплатно пойдёт. Заберяем. Дима новое слово выучил. Фул. Дим, фул? Это что такое? Кормилица. Фул. Заполненная кормилица. Возможно. П-47 Берелейный. Рабочие по-любому. Беспроводные. Изолента в помощь. Как все такие рабочие? Берём. Рабочего характера шляпетки и наушнички. А что тут изоленты подмотать и побегают? Всё, гружу это всё Диме. Он на грузовом транспорте. Ах, блядь. Нахуя. Испугался? Нет. Как это ещё раз, а не у тебя бакски. Ну окей. Так, что у нас тут? Требьём. Собственно, в боку. Опа, штанишки. Ну это шире, это стиль. Это целое. Вот тоже бери. Сейчас как раз зима, самое то штаны продавать. Вот штора. О, комплект две. Это ходовой товар. Это рублей за 400 купят на барахолке. Две в комплекте шторы. Бери. Вот пакет, на, для штор. Шторы отдельно. А, обури бяу рейдь. Она не взлетает. Она, подожди, не трогай, она нормальная. Ой, наркоман. Давай. Диме Нерик. Диме Нерик. О, тоже. Пойдут штаники за 30 рублей и продаст дутся. Помойка одевает. Так, что тут у нас? Есть всё? Тот же запах, что и всегда у них. Запах у неё мерзкий. Вот жижа с неё натекла, с вот этого бака. Смотрите, всё чёрное, вот тут вот жижа. Там столько сейчас палочек. Ты представляешь, сколько у жижи в этой микробов, Дим? Да, главное, что вот такая жижа туда не попала. В нару? В рану. В рану, вот, рана у Диме. Из барахолки. А чё ты не заклеился пластырем? А, не заклеивается от хода. А, можно ж было подмотать. На будущее знаешь, Дим, что залечивает раны хорошо? Нет. Что нет? Урида? Нет. Вокруг анального колечка пальчиком поводил, а потом на ранку, понял? И заживает. Да, да, да. А я тебе скажу такое ответство. Пописал и заблил ранку. Нет, ну это классика. Это мне всегда помогало. Нет, ты в курсе, если вот реально нечем обработать раны, то мочой можно. Я всегда су на раны. Ой, кормилица сытная, Диме. Тут тоже вот эти соки чёрные возле помоек. Выделение. Да у помойки месячные пошли, походу. Диме. Ты анальный пират. Диме. Как её драть? Да никак, Диме. Поехали в гараж. На хону надо. Так, давай-ка. Поехали. Докатаем мангут в гараж. Хотя ладно, ещё две помойки разрыты и в гараж. Ребята, если сейчас задранные помойки будут, то в гараж едем, божественно, на помойках галяк. И такое, представляете, тоже бывает. Ой, Димечка, вон кормилица едет к нам. Вы нас с хаты, Дим. Ой-ой-ой, какой хороший. Давай-давай-давай-давай. Дим, ты длиннее. А, ты знаешь? Ты так не откроешь. Дожди, только не пытайся меня закинуть. У меня просто нет. Я не буду пытаться, Диме. Димечка, сюда. Давай здесь. Разрываем. Это по твоей части сапожки. Аккуратим. Они новые. Слышишь? Так их можно за две сотки загнать. Новые кроссы вообще. Эти, да. Там поинтереснее я кое-что увидел. Давай. Самотык? Или что там? Ладно. Ты не знаешь, что конь никак не появилась? Ты что, конь, что ли, копытом бить? А что тут у нас? Да, Дим, ты какую-то залупу достал. Я все достал. Да это Биба. Как будто вот это в Краснодаре надо. Да, кто это будет носить? Кто полезет? Да, лезть надо. Это точно вынос. Да. Палочку, палочку доставай. Да вот кроссовки новые нашли. Так они новые. А, Дим. Дим, они все на одну ногу. Ты прикалываешь? Нет. Они два на левую ногу. Только свежи пару продадим. А это как так возможно? Два одинаковых кроссовках и они на левую ногу. Но это для левши, короче, обувь. Диме приехал со мной. Где, сука, находки? Вот, аккуратненько, не рви. Не рви, ты ее подолбаешь в детали. Смотри, вот машина. Что это? А это конструктор, не дешевый. Деревянный конструктор? Да, не дешевый причем. Нифига себе, в коробке запечатанный. Вот это находочка, ребят, вообще уникальная. Ну, я это в сюрприз бокс положу. Вот такую машинку можно собрать. Достаю провод, это на медяшечку пойдет. Дима, залезь в коробку. Нифига себе, Дима, нашел машинок. ТВ, новости, 25 канал. Нифига, сколько машинок прикольных. Пойдет. И медяшку туда. Ого, оперативный захват кормилицы. Она сытная вот эта вот. Ай, подписчики преследуют. Ну, сука, где находки? Ты что пердишь пакет, ты, сука? Наступил на него, он пернул. Где техника? Одни объедки. Павы, нас, хаты, сюда. Рюкзачок с Алиэкспресса. Это шляпа. Вот еще один. О, кстати, вот этот прикольный. Но он весь грязный. Ну, хотя молнии целые. Может, рублей за сто кто-то купит. Так, джинсички женские с протертой мотнёй. Курточка. Да тут вообще галяка, набивая, сука, нахуй. Блядь. Дима какую-то зарядку нашел. Да это шляпа. Опа. Дим, костюмчик. Прям полный комплект. Новый. Это рублей за сто, может быть, дай бог, купят на рынке. Куда ты руки свои суешь, блядь? Я бы тебе и так дал. Куда выкинуть? Хорошие вещи, говорю. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну и шо? Да тут галяк, одна биба. Чем же порадует меня сегодня вот эта кормилица? Сундук. Дим, сундук. Сундук. Это прикольно. Для бутылки? Нифига себе, на липучке, ребят. Зацените сундучок крокодилий. Бери. Сундук забирай. Мы его продадим рублей за сто, наверное, сундук. Для какой-то бутылки от выпивки. Есть там внутри сфотик? Ну на, я держу, сука, сумку эту хуйню. Бери. Я ж тебе говорю, забирай. Я жду тебя. Шо ты смотришь? Я сейчас в бак залез, и я тут все разорву. Стой, отдыхай. Опа. Сюда там эту акулелью. Акулелья. Акулелья. Диме. Акулелья. Большая капец. Как я ее так увидел, ребят. Вот это рыбалочка. Вот это я понимаю. Это не то, что вы там, мужики, на карася ловите вот эту бибу хвостатую. Вот это рыбалка, я понимаю. Самая настоящая, мужская. Деру кормилицы, беру техник. Подъехал кормилицы, ребят. Сейчас я вам расскажу проблему. Подъезжаю к кормилице, и она закрыта, она навесной замок. А как сюда люди мусор выбрасывают? Через вот эту дырку, может быть? Там же, может быть, выдаст хаты. А как мне туда попасть? Зачем заключили под стражу кормилицы? Я требую, чтобы их освободили. Свободу кормилицам, ребят. Пишите в комментариях, свободу кормилицам. Это вообще не дело. За что посадили кормилицы? Они не должны сидеть в тюрьме. Их надо вывести из заточения. Дим, кормилицы закрыли. О, да. Вот это сочнейшая кормилица. Ого. О, там газонокосилка. Газонокосилка без двигателя, но бесплатно на кормилице. Смотри, тут шнур. А, это такая кнопка включения у нее. Ребят, никогда в жизни газонокосилки не доходил. Но от нее тут только корпус. Но не нужна она. Смотри, тут кормилицы обновили, видишь? Корпус, в корпус их вставили кормилицы. Просто эти помойки без корпуса были. А теперь у помоек корпус вот такой есть. О, плиточка, электроплитка. Ее можно продать рублей за 200. Вот такая неплохая, кстати. Вон крутилочки. Витек фирма. Хорошая. Надеюсь, рабочая. Ой, Дима. Вот это надо забирать. Пупырка. Охренеть ее сколько. Нам для отправки посылок нужно. Смотрите, как много ее тут. Нам на месяц хватит. Ой, кормилица. Меня ждала, скучала. Те, сука, техника дала бы, блин, мне. Дала бы она мне. Технике. То, что скучала. И что ты мне дала? Что ты мне дала? Макулатуры вот этой? О, пенальчик, кстати, хорошенький. Хороший. На, держи. Продадим пенальчик. А что за хуйня? Где вся хуйня? О, смотри. Арригатор. Сюда. Аллигатор. Это купят. Это прибор парадонтос лечить. Коробочки. Но насадки я не знаю. Давай искать. Насадок. Вот, две есть, в принципе, пойдет. Продадим его. Может, рабочий. Рублей за 200 на барахолке. Опа. Что, Дима, косяки кидаешь? Накормилицу. Вон, вынос хаты какой-то. Шматковидный. О, лифчичек. Трусиков тут нет. Трусики у меня покупают. Штаны, смотри. Мави какие-то хорошие вообще. Кстати, это алюминиевый тазик топовый. Его купят на барахолке. Это ж вечный тазик, ребят. Он всех нас переживет. Вот все, кто меня смотрит, у вас этот таз точно переживет. Закормилицей? Кормилица. Только маленькая. Бать, там блинчиков высыпалось. Благодать какая. Закидывай. Ловлю. Опа, сюда. Чикс. А где техника? Нету. Где сука, блядь? Хочешь... Крылышки высыпал. Хотя нет. У них трупное окоченение. Они как сухари уже манифицировались. В целом хорошо, что они высыпались. Потому что это смерть. Им очень плохо этим крыльям. А я уже хотел расстроиться. И чуть ли не заплакал. О, камбяс. Бубяурить. Или что? Хачиндем? А, плащ. Плащ на осень. Вот такой. Может купят. Но это питерский стиль. Короче, в этой помойке чисто вот по шматью. Одна шляпа. Помню, она иногда так давала. Ни одна женщина мне так не давала, как эта кормилица. По находкам я имею ввиду. Одна из самых сытных кормилиц на районе. Сейчас будет передо мною стоять. Вот эта сучка. Сейчас я ее задеру. Вот эту кормилицу. Она так переполнена вся. Ой, 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 ой. Ой, как я ее сейчас сытненько вздаю. Но выносов с хаты пока не вижу. Набор для браги. Вот это вот пусть и довезем 500 рублей. Бутыль для бражки. Я знаю, Дим. У меня дед в такое вино складывал и бражку пил. О, это для бражки набор прям с крышкой. Но эту бутыль надо в коробку запихивать. Вот это амортизация была сейчас. Ого, курточка топовая. Out Venture Brand. Зимняя. ML размер. Ну такая стилевая даже. Вроде даже целая. На худой конец возьмем бибы наперевес. Да? Подъезжаем к сытной кормилице. Тут, кстати, бомж живет в кустах. Но его там сейчас нету. А ну, Димочка пока будет залутывать. Стоять, куда? Димочка пока будет залутывать вот эту кормилицу. Тортик хочешь? Не хочу. А я тоже хочу залутаться. Тени берем. Мышка была. Берем. Ну-ка, это ферма поляра. В мешках строительный мусор. Так, проверим там, как бомж поживает. Вот здесь бомж живет. А, ну вот тут у него был матрас, его вообще выкинули. Яблоко висит. Нифига себе. Опа. Бомжа нету. О, нифига ты налутал, как новые. Их клеем подклеить. Ну, ты будешь этим заниматься? Давай еще обувь клеить, чтобы ее на рынке за 50 рублей продать. Тюбик клея стоит дороже. Ребят, я в гараже. Айфон этот, к сожалению, заблокирован. Его нужно разблокировать. А Самсунг реально заряжается через беспроводную зарядку. Уже целых 5%. Несмотря на то, что разъем мертвый, им, получается, можно пользоваться. Первое включение. Самсунг Galaxy S6 Edge. Экран целый. Вот это какой-то скотч или что это? Блин, обалдеть. Конечно, айфон 8 будет покруче, чем этот. Вот, по-современнее камера лучше. Но это тоже неплохой Самсунг. В свои годы он был вообще топовым сиемими. Так, жду, когда включится. Давай быстрее. О, нифига тут аватарка. Верри Крисмас. Устройство перезагружено. Должно быть заблокировано при помощи пин-кода. Ну, рабочая схема. 4.0 ввожу. Нет. 1, 2, 3, 4. Нет. 5 пятерок. 1, 2, 3, 4, 5. Короче, надо Самсунг тоже сбрасывать. Он с код-паролем, к сожалению. Ватсап ошибка какая-то. 1%. Кстати, аккумулятор плохо у него держит. А ну, камеру проверим. Короче, аккумулятор не держит. Камеру не смог включить. Рабочий телефон. Нужно менять заднее стекло и разблокировать. Продать его можно будет тысяч за пять. Вообще шикарно. Халява обуребяврить. Помоечка дарит кэш. Но я, кстати, восстановлю этот телефон и положу в сюрприз-бокс. Я не буду его продавать. И айфон этот разблокирую и положу в сюрприз-бокс. Это телефоны для сюрприз-бокса L. Который за пять тысяч. Купить эти боксы можно в моей группе ВК. Субтитры сделал DimaTorzok